Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Рецепт здоровья» на телеканале Кокще. Человеческий глаз – это сложная оптическая система, которая по своему строению похожа на фотоаппарат. С помощью данного органа чувств мы беспрепятственно ориентируемся в пространстве и выполняем ряд жизненно важных задач. Любая поломка данного органа может существенно ухудшить качество жизни человека. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о самых распространенных глазных заболеваниях, причинах их возникновения и методах лечения. Не переключайтесь! Человек обладает пятью органами чувств. Одним из наиболее главным среди них является зрение. Зрение – это уникальный дар, данный нам от рождения, ценность которого начинаешь понимать только тогда, когда начинаешь его терять. Благодаря нему мы получаем до 98% информации об окружающем нас мире. Нарушение зрения приводит к потере информации. Но что же такое зрение человека, каким же оно должно быть в норме на самом деле и от чего оно зависит? Чтобы понять это, сначала нужно разобраться, что представляет из себя человеческий глаз. Глаз или глазное яблоко. Это сфера диаметром около 24 мм. Состоит из трех оболочек. Наружная – из склеры белого цвета и прозрачной линзы – роговицы. Средняя оболочка сосудистая. В нее входит ратушка, ресничное тело и сосуды. Ратушка помимо мышц содержит пигментные клетки, которые определяют цвет наших глаз. В центре зрачок – круглое отверстие, через которое лучи света проникают внутрь. За зрачком цвет принимает двояко-выпуклая линза – хрусталик. Он способен изменять кривизну. При фокусировке на близких объектах хрусталик становится более выпуклым и сильнее преломляет свет. На задней стенке глаза внутренняя оболочка – сетчатка. Ее светочувствительные клетки обрабатывают информацию, приходящую со светом, и отправляют ее в мозг по зрительному нерву. За остроту зрения и различия цветов отвечает центральная часть сетчатки – макула. Она крайне мала, всего 5 мм. Периферическая часть дает нам боковое и сумеречное зрение. Сетчатке необходим постоянный приток кислорода, который доставляется разветвленной сетью кровеносных сосудов. Нарушение кровообращения губительно для ее клеток и грозит человеку потери зрения. Важную роль в лечении глазных заболеваний играет своевременная качественная диагностика. Для того, чтобы узнать, какие технологии на сегодняшний момент используются офтальмологами, наша съемочная группа посетила офтальмологический центр. Наша клиника открыта с 2002 года. За это время мы оказываем помощь нашим больным, которые обращаются с глауковой, миопией, для различных воспалительных заболеваний. Она состоит у нас из двух этажей. На первом этаже первая диагностика ведет прием доктор. На втором этаже у нас здесь операционная, тоже две диагностики. И плюс еще дневной стационар рассчитан на 8 коек. Мы, значит, больных принимаем до 50 человек в смену. У нас современное оборудование, поэтому больные обращаются к нам на платной правдеоснове. И по порталу мы оперируем больных. Ну, в том году мы прооперировали по порталу 147 больных. Поэтому наши больные в основном довольные, рады, что попадают к нам. Все сотрудники и пациенты отмечают профессионализм главного врача офтальмологической клиники «Центр глаза» Андрея Оловягина. Его я знаю очень давно. Он прекрасный доктор. А самое главное, я знала его отца, Андрея Владимира Юсифовича. Это был заслуженный врач Казахстана. Человек, который боролся в то время с Трахомой. И как бы моим практическим учителем. Я очень рада, что вот это искусство Андрея Владимира Юсифовича передалось Андрею Владимиру Юсифовичу. Он прекрасный доктор. В прошлом году он оперировал моего мужа. Учитывая, что он много лет болеет сахарным диабетом. И на этом фоне прооперировать его глаза как бы особо легко не бывает. Но тем не менее, он вернул, ну это благодаря, может, от Бога или от врача, от Бога, как говорят, за его золотые руки. Сейчас он хорошо видит. Как бы мы очень ему благодарны. Вот молодой человек обратился по поводу затуманивания зрения. Мы периодически смотрим, как бы полностью обследуем глаз. Вот это ультразвуковой аппарат, а B-scan, он позволяет как бы получить объемное изображение структуру глазного дна. Вот B-scan это как бы без воздействия на глаз. То есть, просто закроешь глазки, я сприкоснусь с трубочкой, больно не. Ну, как обычно, все, закрывай. Так, здесь вот педалька у нас мы включаем. И он жужжать начинает. И как бы вот мы смотрим здесь структуры глаза. Вот хрусталик, среды глаза прозрачные. Это вот сзади, это глазное дно. То есть, ну, говорит о том, что здесь все как бы нормально. Если там, а датчиком мы исследуем здесь размер глаза. Смотрим для подбора интроокулярной линзы. Здесь в этом аппарате забиты формулы, которые дают нам расчет. Молодой человек, как бы, стопроцентное зрение. На всякий случай вы все обследовали. И порекомендуем вам обратиться к невропатологу. Если что, к вашим услугам. Хорошо? Ну, давай. Столкнулся с небольшой проблемой со зрением. Естественно, пришел сразу же в больницу. В наш, можно сказать, лучший диагностический комплекс центра глаза. Чтобы проверить, действительно ли у меня есть проблемы со зрением. Проверили, встретили, дали рекомендации. Будем лечиться, будем обследовать. Подробнее о наиболее распространенных глазных заболеваниях и причинах их возникновения мы поговорили с главным врачом офтальмологической клиники «Центр глаза» Оловягиным Андреем Владимировичем. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о заболеваниях, которые наиболее распространены сейчас среди населения. Офтальмология – это отдельная область медицины, которая занимается лечением органов зрения. У офтальмологии очень много заболеваний, но я назову как бы наиболее часто встречающиеся. В детском возрасте это в основном патология рефракции, близорукость, плюсовое строение, косоглазие, травмы. У пожилых возрастных пациентов это катаракта, глаукома. В связи с увеличивающейся продолжительностью жизни стали дистрофические заболевания сетчатки, как бы возрастная макулярная дегенерация. Очень много больных с диабетом. Если диабет некомпенсированный, то тоже происходит повреждение сетчатки и, к сожалению, к необратимым последствиям снижения зрения. В центре глаза как бы основную операцию мы проводим по поводу катаракты. Это самое распространенное заболевание в мире, снижающее зрение, вплоть до полной потери зрения, признанное как бы Всемирной организацией здравоохранения. Но это заболевание лечится успешно оперативным путем. Вот сейчас технология позволяет провести операцию по бесшовной методике, малой разрезы с минимальными сроками реабилитации. Расскажите именно о операции, то есть она устраняет катаракту навсегда. Есть риск возникновения рецидива? Иногда пациенты действительно задают вопрос, ну вот поставили искусственный хрусталик, насколько его хватит. Но мы в Кочетавской области с 1991-1994 года начали вставлять искусственные хрусталики. Там сначала как бы были более большие разрезы, там хрусталики были из твердых материалов, полиметилметакрилат, как бы вот чуть-чуть больше там швы накладывали, реабилитация. Но иногда, если вот пациенты встречаются с тех времен, то уже получается там 20-30 лет наших наблюдений, как бы самому хрусталику ничего не делается. И бывает 2-3 года проходит, и вот это мутнеет задняя капсула хрусталика. Она как бы некоторые называют вторичная катаракта, некоторые как бы осла это, ну вторичная катаракта, я называю это как фиброз задней капсулы. Но это состояние обратимо, то есть там есть хирургический лазер, который может эту заднюю пленочку пробить, или там хирургически через маленький прокольчик крючочком почистили, рассекли, и как бы зрение как бы улучшилось. То есть в рамках ОСМС данная операция доступна для жителей? Пациент, у кого финансовые проблемы, или там что, он может напрямую к нам обращаться, и мы как бы все его оперируем. За это нам государство платит, как бы перечисляет деньги. То есть это очень, мне кажется, удобно, особенно пожилым пациентам, у кого там живет на пенсию, как бы такую сумму, как бы если операция по замене хрусталика, там в зависимости от каких-то хрусталиках от 200 до 500 тысяч стоит, конечно, это обычному гражданину помощь большая. Глаза вообще это парный орган, верно? Да. Но зрение может садиться по-разному на двух глазах. Да. С чем это связано? Это патология или это норма? Ну вот если, например, катаракта, глаукома, там диабет, это какие-то общие проблемы в организме, но иногда бывает, как бы все-таки какой-то глаз первый реагирует на эту проблему. Вот бывает глаукома, тоже один глаз поврежден, 2-3-5 лет проходит, только второй начинает дистрофический процесс развиваться. Так же, как бы и здесь, вот почему-то глаз как мишень какую-то выбирает, и сначала, иногда парадоксально бывает, один глаз плохой, другой хороший, болезнь повреждает хороший глаз, ну, не такое. Ну, опять подчеркну, что все-таки, там, после 40 лет, раз в год, ну, желательно обращаться к офтальмологу. И в завершение тогда скажите рекомендации, которые могут противостоять ухудшению зрения или наоборот даже улучшить его. Может быть, какие-то витамины, зарядка? Ну, банальные упражнения для отдыха, я деткам сказал, это вот менять фокус близко, далеко, там есть специальные упражнения с меткой на стекле. Просто я к детям говорю, что давайте вот компьютерщиком тоже не сидеть по 8 часов в сутки, там, в этот компьютер, час-два работы, перерыв, там, не обязательно чай гонять. Ну, просто сели, закрыли глаза, легкий массаж, дали, посмотрели, дальше пошли. После 40 лет все-таки где-то выбирать время раз в год обследоваться, потому что, во-первых, померить давление надо, там, посмотреть очечки. Вот, бывает иногда просто человек пришел очки подобрать, ему стали подбирать очки, я выявлю, там, катаракту или давление. Потому что есть такие вот наши заболевания, которые могут для, бессимптомно для пациента протекать, и зачастую они случайно, как бы, это как находка какая-то, когда уже спасать нечего. Спасибо вам большое за ваши ответы. На этом наша передача «Рецепт здоровья» подходит к концу. С вами был я, Эдуард Погребицкий. Смотрите нас по вторникам в 19.20 на телеканале Кокще. И будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова